Приветствую, друзья, спортсмены. Сразу мы видим такое активное раздергивание. Сразу показалось, что это стоящее города. Руслан Кулеев все-таки в его архиве есть два боя. Так, Кулеев это все-таки теперь. Берет Руслан корпус, на выходе работает боковой. Пока забирает свою пользу в виде эпизоды. Пока, может быть, они не так значимы, но они копятся. Здорово, ушел этажом ниже, сразу сделал проход в одну ногу. Получится ли сейчас зафиксировать это положение? Нет, пока не получилось. И получает свой шанс Куни-Куни, который заходит таким образом за спину. По крайней мере, сейчас уже даже показалось, что нога правильная. Этого пока нет. Но положение за спиной у него очень комфортное. Такая борьба характерная для вольной. Ого, ничего себе! Интересно. Зашел по трюфе, как и за спину Куни-Куни и сейчас имеет, в принципе, реальные шансы в профессиональном дебюте громко о себе заявить. Все эпизоды, которые были до этого, были, пожалуй, шагики Руслана Куриева. Сейчас же есть возможность, что называется, сразу прыгнуть дамки. Ну, а так мы видим, что не получается взять пока захват на шее. Да, получается держать позицию, но создать некий более-менее опасный эпизод пока не будет. Тут, наверное, все-таки оказывается числепорчивая рука по Пулееву. Не самый удобный вариант для удушающего. Ну, имеется в виду вот это положение, когда ОПЛ лежат на спине. Потому что ресурс собственной спины, когда ты находишься за этим, использовать несколько тяжелее. Когда положение вот такое на боку или вот такое сверху. Работать! Растянуть надо! Растянуть надо! Ниже уйдеть! Сейчас правильно подсказывает, что нужно растянуть. Я думаю, спортсмены прекрасно знают. Вот, снял АПЛ. Возможно, будет теперь пробовать разворачиваться. Или подползать к стене и вставать по стене. Вот уже лучше. Логично. Да, уже не пускает ногу. Захват. Подобрался к стене, будет сейчас разворачиваться. Снимает. Пропробует какую-нибудь нею сделать. Но не то, чтобы пока перевод, такую подготовку к переводу за одну ногу. В принципе, варианта будет достаточно много. Но защищаются, защищаются. Честно, очень редко можно увидеть, когда в этом положении Удары коленями в плече, это, конечно, совершенно не то же самое, что удары. Чуть-чуть взяли паузу, передохнули в партии. Возможно, сейчас после некоторой паузы будет перезагрузка и будет первое активное действие. Закидывает такой провод. И, наверное, концовку в судейских записках в этом своем первом профессиональном дебютном поединке. Однако, забрал ли он в свою пользу этот раунд, для меня вопрос. К счастью, нам с вами, дорогие друзья, не обязательно сидеть, считать, этим сейчас занимаются судьи. Где мы можем воспринимать картинку эмоционально и самым иррациональным способом выбирать себе наиболее как-то симпатичного бойца. В принципе, очень яркое начало показал Руслан Кулиев. Было видно, что его предсказывается. Бой получается конкурент. Попадание в глаз. Ну, это тут, конечно, нельзя заставить сказать. Попадание было пальцем или, например, перчаткой. На таких скоростях можно смотреть. Давайте посмотрим на повторе. В принципе, сейчас очень много разговоров идет о том, что на дырку и... ...работу перед ним. О, неплохо, кстати, сейчас. Хорошо! Начинает выпадать джебом. Есть ощущение, что немножко проснулся, что ли кто-то больше поверил в себя, нежели в первых минутах. А в первых минутах, конечно, видимо, в силу откупы и опыта, и несколько непривычно ходил, что не в своей тарелке. Сейчас он в своей тарелке себя чуть не чувствует. Вот он джеб, у него несколько длиннее руки, поэтому работаю клипными ударами, но в этой дистанции. Это очень богично, я сейчас над ним работаю. Хорошо, разбил. Вот так! Снимай, стоять! Стоять! Надо вкладываться! Надо вкладываться! Вкладываться! Вкладываться, вкладываться! Вкладываться к на боку! Давай-давай-давай! Пиши, пиши, пиши! Да, увереннее, существенно увереннее сейчас относительно первого раунда работают. Девочки, дегутся! Девочки, девочки! Прости! Простите! Девочки, двигайся! Я понимаю, что это действительно не сможет. Нам нужно ставить профессиональный поединок, этот цвет зафита в публике буквально. Вы спрашиваете? пока начал партнер привычная ответственность дает войне если раньше ты просто сейчас еще и немножко заслуженным артистом привычка а крайне переприсывал сейчас нет достаточно свободное движение помещается справа влево расстреливаю передней рукой руфлан жуку лифт немножко подобрать ключи к тому как заходить и сближаться среднюю дистанцию Две минуты. Так же работаем. Держи, держи, держи. Иди оттуда, иди оттуда. Встречай. Покончай, покончай. Садись, отдай. Продолжай, продолжай, продолжай. Садись, давай. Заряжайся, так надо. Держи, ты работа. Увлекательный, увлекательный, увлекательный. Садись, лево, так и вставо. Интересно, как мне показалось, что все равно был прямой. И после этого сразу расширяется на карточке у себя. Прохор, для нынешнего, садись, планируем. Коточки, аккуратность. Дай, улыбки на место поставок. Та, сниже, та, сниже, наоборот. Положение гард. Будет ли пытаться снизить, но при этом всяких приемах флаг плеев. Или же пока вопрос не будет блокировать. Ну вот, в принципе, сейчас рабочее получение для рычагов локтя. Ручки на место! Даже для треугольника. Видите, как он работает тазом. Собирается к рукам. Вполне вероятно будет пробовать делать рычаги локтя. Не раскидывается, не раскидывается. О, лукоточек добавь! Однако, не очень хранит действие сейчас мы видим. Не раскидывается, руки на место! Не сказать, что много ударов получили. Чакрыщи, Тон, руки у тебя! Несколько удачных попаданий было. Себе, к себе, к себе руки! Стучи, стучи туда, хорошо идет! Локтичная подсказка со стороны секунданта. Сейчас под занавес надо постучать. Почему? Потому что это выбит некоторые силы из его оппонента. И на это, ну, как бы, можно взрываться в этой концовке, потому что силы ты сейчас в любом случае восстановишь. Ты сейчас придете куда-то, то есть, поэтому камень до вас будет. Он больше тебя устал. Не думаешь, если ты больше не будешь? Не может, когда у вас будет. Характер его покажи. Можно это под занавес любого драунда и рационально. Чуть полегче, работай. Попробуем постучить. Выгрыши. Выгрыши. Попробуем постучить. Пропробуем постучить. Ну что ж, Ирау под номером 3. И вот сейчас, в принципе, наверное, можно сказать, что не есть. Несмотря на, может быть, не самое уверенное начало, есть уже некоторые преимущества у представителя Альметьевского и Куниева. По-свободнее, по-свободнее себя чувствует. Разыгрался немножко, понимает, что ему делать, понимает, чего ему не нужно делать. Поцентралирует дистанцию, хорошо перемещается. Такие вот эти вот, в принципе, довольно разнообразные удары ногами. Работает по нескольким этажам. В принципе, делает силу достаточно, чтобы склонять свою пользу. Двигайся, двигайся. Есть ощущение, что в плане сейчас рисковать, захочет руковаться. Двигайся перед светлыми станциями. Молодец! У него хорошие такие затяжные удары. И вот эти вот эти вот правые удары еще накидывает клетки. Причем, вот расчетиста смещается. Можно чуть-чуть больше покидать. Мы не знаем, кто у него сейчас на данный момент у них сил, и как бы планирует оставить себе запас этих сил. Возможно, сейчас он готовит какую-то комбинацию, который больше, чем в других уверен, или же перевод и в дальнейшем планирует работать в последней части. Ну, так или иначе, что бы я сейчас не планировал, мы не планируем. Постоянно. Мы не планируем. Мы сейчас вне, какого-то встроена. Вне, какого-то встроена. Вне, какого-то встроена. Это некоторое преимущество. В количестве ударов. Вместе с ним. Вне, вне, вне. джеба достаточно быстрее и обратить внимание не собираются особенно активность больше чем и в ответ пропускает левым боковым пропускать в область носа всегда довольно тяжело почему потому что сразу начинают работать слезные железы идет некоторая такая дезориентация и вот она попытка движения взял форту сейчас руслан а также соответственно видим как контроль идет со стороны куни куниева более казалось бы молодого мини опытного спортсмена работа коленом и в общем-то 50 секунд уже до конца встречи особенно ничего не нужно придумывать у них у него за потихонечку придерживать бить коленями возможно где-то поступить руками наверное даже лишняя сейчас будет что-то придумывать другое почему потому что если он дойдет на дальнюю дистанцию и начнет работать какой-то удар на серии то так или иначе он будет себя ставить определенный риск а здесь сейчас совсем другие скорости здесь шанс будет удар и ему достаточно просто контролировать плечом и головой и обстукивать своего оппонента конечно в принципе пожаре руки спортсмены пожаре руки спортсмены каким бой мог бы сложиться сейчас мы уже можем только рассуждать сложился он по факту вот именно таким посмотрим что будет судейских записках но что-то не подсказывает что там будет победа куни куниева из города альметьевск в его дебютном профессиональном бою дождемся все 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 и вот дорогие друзья сейчас уже все записки собраны перед дамы и господа по завершении трех раунд в боях езжен огласным решением судей победу одержал куни кунтиев альплете оказался от вести положение личный дебют для молодого спортсмена наше ему поздравление и пойдем дальше пойдем дальше в этой трансляции замечательного турнира и вилл спайтинг чемпионшип который кстати под этим названием совсем недавно интересный факт в принципе можно считать его рекордсменом по количеству названий но об этом чуть позже и и и Продолжение следует...